здравствуйте в эфире программа я в деле и тема сегодня нашего эфира кони дело жизни бизнес и хобби меня зовут александр державин и сегодня мы с вами поговорим о том почему выгодно инвестировать в конный спорт как можно зарабатывать приобретая лошадь за счет чего уже более двухсот лет конный бизнес развивается и набирает свои обороты в наши дни какое важное место занимает школа жокеев конной индустрии на эти многие другие вопросы и темы мы сегодня поговорим с нашими гостями эльвин иманов генеральный директор компании unicorn challenge и ольга палушкина мастер тренер скаковых лошадей в рф и призер победительница российских скачек здравствуйте ольга здравствуйте здравствуйте александр ну первый вопрос у меня не простой зачем покупать лошадь на самом деле очень интересный вопрос ну мне кажется как и в любом деле здесь должна быть любовь как только человек полюбит это дело тогда он уже начнет понимать зачем ему это безусловно и как тема эфира у нас называется это должно быть и хобби и любовь и дело всей жизни и только после этого на этом можно строить бизнес но я думаю в этом плане моя коллега ольга более профессионально это расскажет как правильно хорошо ольга зачем покупать лошадь ну я здесь немножко могу не согласиться в том что многие коневладельцы рассматривают это только исключительно как бизнес да то есть это мы больные на этих лошадях и днем и ночью рядом с ними и с детства там шести лет мы на конюшне как говорит мой папа коням хвосты крутим да то есть понятно у нас такая профессиональная подобрека но любой желающий который хочет просто заработать может завести эту лошадь и в принципе может именно словить очень хороший куш да то есть ты на сегодняшний день только наверное в конной индустрии возможно то что вы можете приобрести лошадь за там условно 500 тысяч рублей она может вам в итоге по итогу принести там 15-20 миллионов рублей в этом как у меня это получилось там продав определенную лошадь в америке я приобрела себе квартиру в центре москвы то есть это не это не выдумка и то есть это вполне реально и это настолько реально что процент наверное выигрыша в таких ситуациях намного больше чем в любой лотерее поэтому я считаю что для любого человека который может рассуждать может воспринимать да то что ему говорят поймет что в принципе на лошадях можно очень круто зарабатывать и вообще просто у нас в россии это еще не слишком развито вот ольга вы знаете недавно мы с эльвином участвовали в одном мероприятии в оскар клабе и там возникли вопросы вот очень простые вопросы где купить лошадь как ее содержать как вообще необходимо ее сопровождать если вдруг возникает потребности в бизнес-процессе я поняла кому задавать эти вопросы да давайте будем говорить так да если мы говорим о каких-то больших деньгах то это вот это нужно исключительно только с америка с сша даже там ну европа может быть номер для меня ближе сша потому что там реально можно вложить там определенные какие-то деньги заработать эти деньги там через год там в двухкратном и трехкратном размере то есть если мы говорим что мы вложили 50 тысяч долларов примеру то мы однозначно заработаем на следующий месяц в этот год 100 а потом 200 500 и вы дальше пошли вверх да то есть конечно существуют риски и как и в любом бизнесе но мы абсолютно точно знаем что взяв определенный хорошего происхождения лошадь мы сто процентов уже ну не сто пусть будет восемьдесят процентов мы рассчитываем на определенный выхлоп от этой лошади это если мы говорим именно как про бизнес именно про америку если мы говорим про россию то все наши российские коневладельцы для них это да как правило это такое хобби но такое довольно таки духове будем говорить такое интересное да потому что в россии нет таких призовых как в америке да то есть в америке сама лошадь себя содержит и своего коневладельца да скакова здесь в россии у нас лошади содержат естественно их коневладельцы конечно же у нас есть призы там по 10 миллионов вы можете своей лошадью по попробовать по соперничать с газпромом например да с очень элитными тоже с иконами с другими регионами там с кадыровым и так далее то есть это все возможно а для этого мы должны приехать на аукцион приобрести лошадь как правило мы приобретаем их в америке в сша это город лексингтон штат кентаке самый известный аукцион во всем мире там покупают лошади абсолютно все там и китай и япония и малайзия ну весь мир там грубо говоря то есть да вы можете увидеть там и шейхов и кого-то любого вообще вот кого только можно представить то есть на самом деле вот эта вся тема она охватывает будем так говорить и политическую сторону и шоу-бизнес то есть у лошадей и чистокровных очень много поклонников и всех их можно просто вот даже как мы с вами сейчас сидим вы можете также там на шейха посмотреть там или еще ну конечно королевы я не видел ни разу потому что там работают агенты да и тренеры но известные тренеры иногда медийные личности участвуют в аукционах борются покупают за там десятки сотни там долларов и так далее то есть это очень интересно вот давайте разберемся в этой теме вы произнесли такие очень важные ключевые слова поскольку у нас бизнес аудитория и я думаю что нашим зрителям будет очень интересно развести вот эти понятия лошадь для бизнеса для хобби и лошадь как любовь всей жизни вот например вы сказали слово аукцион да ведь для того чтобы лошадь довести до аукциона она должна обладать какими-то критериями конечно и эти критерии я насколько понимаю начинается уже с момента покупки лошади то есть есть аудитор который сопровождает тот самый агент назовем его агент аудитор который помогает выбрать правильную породистую лошадь есть такое понятие породистая лошадь вот эти критерии в начале потом у нас появляются следующие критерии лошадь надо вырастить чтобы она не болела не хромала то есть у нее должен должен быть определенный кпд потенциал которая может выигрывать потому что лошадь которая не выигрывает она для бизнеса не интересно как для бизнес-процесса а дальше появляется еще один критерий это кто сидит на лошади то есть мало того что есть лошадь который купили здоровую классную породистую который в племенной книге занесена в книге учета плюс эту лошадь правильно натренировали появляется еще третий критерий кто сидит кто будет побеждать на этой лошади да сейчас смотрите давайте разделим да чтоб всем было более понятно мы можем заниматься в двух направлениях мы можем либо только выращивать и продавать как селекционеры например то есть что делаю я в америке я тренер я работаю здесь в россии и не имею возможности там сама тренировать лошадей поэтому мой бизнес в америке заключается в том что я купила матку кобылу жеребы уже на аукционе например как умеет прошел носить за 7000 долларов примеру пока она что-то там не ладилось но и ферма крупный завод и и просто слил а мне это кобыла ну я не знаю там связи с чем очень понравилось в итоге она родила жеребенка этот жеребенок за год вырос я там заплатила за все это там вместе взятые там 12 тысяч долларов в течение года да то есть за содержание этой кобылы и это его жеребенка и отправила его на аукцион продала на аукционе тоже ребенку за 180 тысяч долларов то есть потратив 7 плюс 12 20 я заработала 100 за год слушайте но это прям вот сижу же слушаете такие магические цифры да нет это это их эти цифры можно сани то есть это то есть это никто не выдумывает вы можете проверить в чем плюс работы с америкой да что там у них это их имя оно мировое и их как это называется правильно в конном мире закружилась уже репутация да естественно то есть если ваша лошадь продается на аукционе никто там цену не будет не утаивать ничего такого дела то есть у вас официально все вы там заплатите да там еще будет 19 тысяч налогов но все честно вы заработали свои деньги вы их честным путем забрали все все очень очень отлично вот смотрите а например кто-то нас сейчас смотрит да и решил для себя все я покупаю лошадь остается сразу несколько вопросов но во первых кому обратиться уже дорогие зрители вам понятно да это наши гости а второй вопрос да сколько стоит лошадь например цифра от и до вы можете давайте так скажем аукцион это всегда лотерея я купила за 7 тысяч долларов кобылу но на следующий год я поехал мне понравилась эта тема я думаю дай-ка я еще за 7 куплю я не смогла купить за 7 через два года я только смогла опять купить классную кобылу только тоже за эту же сумму но в среднем если мы если у вас например есть возможности и вы там необычный там менеджер да там либо если ну действительно вы обладаете каким-то средствами хотите сразу же да встать на некий там уровень то в среднем по себестоимости я бы советовала человеку покупать лошадь от 50 до 100 тысяч долларов это кобылу матку то есть вложив вот эту сумму она уже будет крыта хорошим жеребцом то есть это где-то в ней уже будет сидеть залито где-то тысяч семьдесят долларов и уже по факту вы сто процентов этого же ребенка как минимум продадите сначала за 100 то есть вы окупите первый год цену матки и какую-то часть уже вам же нужно будет на следующий год опять делать случку вкрыть хорошим производителем обязательно хорошим то здесь нельзя думать что вот у меня такая крутая кобыла сейчас покрою дешевеньким и у меня что-то будет нет нужно дальше вложиться и уже на третий год вы получите чистую прибыль самоокупаемостью содержанием этой кобылы со случкой порядка 100 тысяч долларов уже на следующего на год вперед папаши и у вас чистыми будет там 100 200 тысяч долларов уже ваш чисто заработок и он вот так вот по цепочке будет идти-идти главное просто смотреть статистику и угадывать какое по направлению да то есть например я там дела несколько себе лошадей даже сейчас молодых сюда в россию и вот мне тогда показалось что вот этот я сделала ставку спрогнозировала на этого жеребца производителя а сейчас я смотрю хоп-хоп от него там очень круто в америке побежали все цена на моих лошадей тут же взлетела вот смотрите человек который продает картины да и является посредником между галереей например и аукционом и называется арт-дилер а как вот профессию по сопровождению вот всего этого процесса я думаю что это иконный менеджмент просто менеджер да то есть у них то что мы взаимодействуем конкретно например нас может быть немного в россии там раз-два там три-четыре человека которые этим занимаются конкретно уже на будем так говорить мировом уровне да то есть которые работают с америкой например кто-то меня удобно работать с америки я не смогла работать с европой но это не мои люди не знаю не могу а с америка мне решать все очень просто потому что я позвонила сказала иногда даже вот на сегодняшний день корю себе есть такой жеребец отличный замечательный american ferro с ним случка на сегодняшний день стоит 250 тысяч долларов в прошлом году когда еще только дети от него не побежали а побежали они очень круто поэтому с ним сейчас взлетела цена да я приехала на ферму и просто за ужином разговорилась с владельцем точнее с менеджером генеральным директором и уговорила горы сушки но уже дайте шанс то вот российским то вот бедным начинающим людям то дайте у меня согласился покрыть его за 60 на тот момент мне показалось такая огромная сумма и вот сейчас я понимаю что взяв и покрыв все в этом году я бы уже зарабатывал как минимум 300 потому что средний ценник на аукционе на детей именно american ferro 300 тысяч долларов ольга ну вот смотрите человек который например не владеет темой так как вы а вы владеете тем и потому что я понимаю вы очень много лет занимаетесь давайте коротко прямо расскажите как у вас как начиналось поскольку наша программа называется я в деле нам всегда очень интересно вообще узнавать у наших гостей как у них начинался вот их профессиональный путь ну смотрите я могу одно сказать я ни на какие тренинги никогда не ходила я очень люблю свое дело это раз во вторых мне всегда было интересно что происходит в мире конкретно с лошадьми с конным спортом то есть я родилась в городе оренбурге понятно что там никогда не было никаких перспектив я приехала в москву посмотрела в москву и мне этого оказалось мало я поехала в сша прошла несколько стажировок так за границу чтобы понимать мне это все затянуло и я на самом деле просто ну кайфую от своего дела и вот она сама как-то вот так вот идет потому что америка в чем в чем плюс да то есть если они видят мозги молодые будем так говорить которые хотят двигаться хотят дальше что-то делать творить они очень быстро тебя берут в оборот и открывают перед тобой все двери хотите там ольга покрыть этим же да пожалуйста давайте приходите так они еще хотят что они говорят а вы приходите к нам работать именно как тренер придите к нам мы вам дадим по скидкам по очень хорошим ценам лошадей вы их будете испытывать это уже новая ступень для заработка и для фермы и для меня и вообще для любого к не владельца россии который будет работать дальше на мир связки да то есть развивать это все дело то что еще раз повторю там это очень большие деньги в америке и они заинтересованы в наших мозгах потому что мы из россии люди голодные плюс мы не верхушек не хватали мы это все дело прошли самых низов то есть на сегодняшний день я как тренер я и конюх я знаю от и до всю я и ветеринар я могу по глазам тоже то есть определить мне болеет сегодня лошадь или что-то не то то есть у меня уже есть настолько огромный опыт что я в своей в одной должности могу сочетать несколько и для них это очень хорошо для американцев они не будут платить троим они могут заплатить ни одной я буду это делать и плюс я хочу куда-то вылезти я хочу добиться чего-то для них это очень важно и они на это очень большое внимание обращают поэтому здесь я говорю никакого секрета просто постоянно быть заинтересованным постоянно копать информацию и просто какая-то иметь какую-то ну я по-другому назвать могу чуйку да то есть вот я представила себе что у меня будут лошади с америки не у меня появились я представила что я скоро не знаю хочу выиграть кентаки дерби будьте уверены я не знаю до 80 лет я его выиграю то есть на поставлен на цель я к мне идут вот и я вообще ник вот но мне который приходит и сидят а как нам развить бизнес например говорят а как нам там повысить продажи то есть люди изобретают например я не вижу ничего что можно изобретать просто бери и делаю то есть все ступени они для меня понятны взяла лошадь есть риск бери не бери одну бери 2 1 если что-то с ней случится это животное понятно может сдохнуть может ногу сломать это спорт всегда бери 2 перестраховывайся заранее подушку готовь мало ли шаг вперед шаг назад с матками то же самое а есть страховые компании например конечно вы сотрудничаете в америке опять же на сегодняшний день вот на у меня выжребилось для кобылы в америке и они крытые хорошими жеребцами и на сегодняшний день мы застраховали 1 на 100 тысяч ну то есть там выплата будет что если дай бог он что-то с ним случится заплатив всего по моему в районе трех тысяч долларов и 2 мы застраховали на 50 заплатили полторы тысячи долларов все у нас на год же ребенок страховым то есть если с ним что-то случится то они выплатят эту сумму и я закрою титу у них у них для этого бизнеса рассчитано все чтобы человек ничего не потерял но как этого вот сейчас российский вариант пойдем ему там чего-нибудь тюкнем нет такую экспертизу как в америке вы не обманете если лошади вас что-то вкололи что она сдохла чтобы получить выплату страховую то они об этом узнают и вас еще и накажут за это могут даже в тюрьму посадить за столько обращения с лошадью да то есть не получится здесь все должны быть заинтересованными вы застраховали свои деньги все другой человек который опять же работает со мной в команде в америке он заинтересован он растит для вас эту лошадь выставляет ее на аукцион и дальше он получает свои деньги у своей я хочу напомнить что сегодня у нас гостях ольга палушкина это мастер-тренер это скаковых лошадей в россии и это очень необычный эксперт очень с очень необычной профессиональной судьбой а также хочу сказать что у нас сегодня в гостях эльвин иманов генеральный директор компании unicorn челлендж и мы говорим о том как можно зарабатывать приобретая лошадь вот такая очень интересная тема и выясняется что зарабатывать можно и достаточно много продолжаем разговор на эту тему эльвин хочу спросить вот ваш компания unicorn челлендж является агрегатором конной индустрии то есть вы являетесь такой очень мощной сильной информационной площадкой вот ваше партнерство с ольгой вот в чем на сегодняшний день выражается александр смотрите как вы правильно заметили да моя площадка она является агрегатором и мы даем возможность связывать людей которые возможно даже не задумывались о том как можно зарабатывать на лошадях как можно внедриться в конную индустрию мы даем некий выход и на нашей платформе связываем с людьми да безусловно ольга профессионал в этой тематике и когда человек хочет купить лошадь и и направлю к ольге скажу вот тебе профессионал который расскажет весь процесс от и до я в этом деле именно с профессиональной точки зрения да не так разбираюсь как именно агрегатор как платформа мы можем связывать связывать разные сегменты бизнеса и включать его в конную тематику я даже знаете вот мне пришла такая сейчас мысль купить лошадь но купить лошадь я уже захотел начиная с первого эфира когда ко мне когда мы сделали эфир с компанией unicorn challenge поскольку нас уже по моему четвертый эфир до до этого у нас был эфир посвященный племенному учету племенной книге это было потрясающий эфир и вот так вот мы каждый эфир открываем какие-то новые горизонты что касается конной индустрии занимаемся такой вот просветительской работой повышая лояльность зрителей вообще будущих клиентов конному спорту и конной индустрии показывая возможности финансовые в том числе но я подумал вот если существует например в инвестиционных компаниях различные инвестиционные пакеты как вы думаете вот в прогнозе может появиться такой инвестиционный пакет как вложение в лошадь вкладывать в ценные бумаги до примеру а вот можно же вкладывать например в конный бизнес конечно да да в америке существует конечно вот я говорю что меня вообще сподвигло на покупку раньше я приезжала и просто покупала лошадей вот этих вот малышей Полуторников, которым полтора года И привозила их сюда, здесь в Россию Здесь тренировала и продавала Либо оставляла и здесь скакала Кстати, тоже как бизнес здесь Я привезла лошадь за 10 тысяч долларов Продавала ее 8 миллионов Ну, потратила условно полтора Ну да, где-то полтора миллиона Потратила, заработала, например, 8 Ну там, минус полтора, 6 Ладно, 6 заработала То есть тоже вариант Это за какой период времени? За 7 месяцев 6 миллионов? Да Ух ты Это знаете, нет, смотрите, как это бывает То есть, например, сейчас я объясню То есть, вам может попасться такая лошадь А может и не попасться Например, ее не было Но в любом случае есть страховая компания Нет, нет, смотрите, я имею в виду, вам может попасться чемпион Вот у вас, вот вы купили это золото маленькое Оно ходит, еще никто не знает, что оно золото А будет оно чемпион Будет оно или нет, это да, это же всегда Но есть вы, который может дать верные направления И сказать, что вот здесь вероятность большая Здесь вероятность не очень большая Ольга, давайте вот прямо как производственный процесс Разберем все на этапы Первое, приобретение лошади Вы помогаете, выбираете, подсказываете, где нужно Поехать Второй момент Когда лошадь приобретаем, ее нужно содержать Вы помогаете, подсказываете, где должна находиться лошадь И какой минимальный пакет нужен для содержания призовой лошади Вот так могу я? Да, давайте еще раз мы разделим Скачки и производство А, производство, селекционные возможности Да, селекционные возможности То есть те, кто любит азарт Где больше денег? Селекционные возможности или скачки? Ну, вообще в Америке это в скачках самих Но я могу сказать однозначно, что для меня Как человек, который находится здесь Для меня больше возможностей только в селекционном Потому что ничего не надо Если я нахожусь в России, то мне проще в Америке купить себе мамочку Вот эту, которая будет каждый год рожать И каждый год я от нее буду продавать А куда продавать? На аукционе в Америке А, и дальше вот следующий процесс Если это селекционный вариант, вы помогаете, подсказываете, где можно продавать Конечно А какие самые известные аукционы на сегодняшний день? Аукционы в Америке это Кинланд и Фазди Типтон Еще есть парочку в Нью-Йорке, я знаю, но они не такие, будем так говорить Это профильная аукцион Это профильная аукцион И на честокронных лошадей, я вам говорю У нас порядка 6000 голов, 7000 голов ежегодно продается в Америке А какие самые популярные селекционные? Кинланд и Фазди Типтон, Америка, город Лексингтон Съезжаются люди со всего мира Это аукционы, а я сейчас спрашиваю, какие самые популярные породы? Исключительно мы занимаемся только честокронной верховой породой Это одна порода, одна и самая известная во всем мире То есть это самая быстрая лошадь, это скачки И других не существует пород, которые могли бы быстрее этой лошади бегать Это уже столетиями выработанная порода Есть песочное направление, это Америка Есть зеленочное направление, это Европа То есть вся Европа скачет по траве У них определенное физиологическое строение Биомеханика, строение сустава лошади Одна по зеленке, а по песку другая Америка – песок, Европа – трава В России у нас песок Дорогие зрители, запомнили, да? Песок и трава Селекционное направление и скаковое направление Селекционное направление, смотрите Значит, здесь мы зарабатываем на продаже Но, я так понимаю, случка и обеспечение поиска партнера Или как правильно это уже называют? Жеребца Жеребца для кобылы Это тоже какой-то процесс трудоемкий Нет, это не трудоемкий, все зависит от ваших возможностей Я же говорю, чем прекрасен нам Это денег стоит Мы первую кобылу когда берем, она уже жеребая Уже хозяин, который продает А, вы уже берете жеребую Да, уже уберет жеребую То есть она беременная Например, ферма, случка с жеребцом Вот есть на ферме, у нее, например, 200 голов кобыл Большой завод И свои жеребцы Случка с этими жеребцами варьируется от 5000 долларов до 300 тысяч долларов Они, например, смотрят у них какие-то кобылы лучших отбирают, а других сливают Потому что им же нужно селекционировать только лучших Любому заводу Зачем им непосредственно еще не проверены Или может молодые Или которые еще никого не дали Им это не нужно Им нужно каждый год стабильно зарабатывать свои бабки Поэтому все, что новое приходит после скачек Например, какая-то кобыла очень хорошая к происхождению Но она, например, сломала ногу по скачке Ее вылечили, она хромая осталась Но она селекционно представляет хорошую возможность Но, например, ее раз покрыли, она никого не дала Или же выкинула жеребенка Второй раз тоже Они, хоп, на аукцион 5 тысяч долларов А на аукционе покупали за 300, например Они не будут там ждать эту кобылу 3-4 года А вы ее раз и за 5 тысяч долларов купили Но она уже крытая их жеребцом А их жеребец, например, стоил 40 тысяч долларов с лучка То есть у вас внутри в этой кобыле за 5 тысяч уже 40 залито И вам приятно эту кобылу Вы скажете, да ее только из этого жеребца куплю Нифига себе за 5 тысяч долларов мы можем купить Хотя у ней уже 40 И вы потом продадите его не меньше, чем за 50 или за 60 Вот это уже ребенка теперь кобыла Вот видите, там весь процесс уже выстроен и дает возможности зарабатывать на этом И как раз это же постепенно можно внедрять в Россию Мы поговорили о селекционном направлении Теперь давайте поговорим о скаковом направлении Значит, здесь у нас также точка входа Это покупка, отбор, критерии Второй тренинг и содержание И скачки достаточно И скачки А вот здесь как раз, где мы затрагиваем вопрос скачек Здесь уже появляется такая тема, как жокей Жокей, ну смотрите, в любом случае жокей Где его брать, вот этого профессионального жокея Все известные жокеи работают как фрилансеры За исключением тех жокеев, которые работают непосредственно на фирмы У них заключены контракты, либо на шейхов условно Либо на еще кого-то У них, например, по всему миру есть контракты Они между собой не пересекаются Если мы говорим в России, то здесь в России тоже есть профессиональный жокей Которые могут прийти и проехать на вашей лошади Если вы заранее с ним договоритесь, оплатите это дело И он для вас проскачет, конечно же То есть у нас здесь в России менее масштабно это все, да Но, в принципе, так же можно работать Вы можете взять, поставить в тренинг лошадь Если вы ее сюда привезли в Россию, да Поставили в тренинг, тренируете ее Тренер уже сам вам подскажет, какого он хочет видеть на этой лошади жокей Потому что жокей бывают разные Есть жесткие жокей, есть мягкие Есть, которые убьют по этим холстом, по финишной прямой вашу лошадь Она больше скакать не захочет Такие тоже есть, дроволомы Ну, смотрите, а где они все-таки, эти жоке появляются, обучаются? Откуда они берутся? Насколько я понимаю, у нас нет школ жокей в России Я попытался погуглил, да, я не нашел Нет, нет, это очень большая проблема в России Такой институции, как школ жокей Да, это, как во многом, большая, огромнейший просто провал в кадровый, да То есть на сегодняшний день все тренера и на заводах просто берут и учат таких неких таких самоучек А профессиональное это образование сейчас в России дает, никому абсолютно не дается, да То есть это я имею возможность, например, поездить по миру, посмотреть, как это должно быть устроено Как это работает, да, посмотреть выхлоп, что нужно убавить, как это адаптировать под российский уровень и так далее Что у нас здесь происходит Вот, поэтому школа Жокеев на сегодняшний день, да, вы правы, ее нет И это очень большой вопрос именно для развития конной индустрии в нашей стране Эльман, я знаю, что вы не так давно были в Турции Да Посетили вы как раз школу Жокеев Какое ваше впечатление? Как раз, знаете, в данном случае мы и летали в Турцию, чтобы посмотреть, перенять опыт и наладить как раз и этот процесс в России Инициатором этого проекта является Ольга Она как раз и задалась вопросом, что у нас очень большая нехватка кадров Именно Жокеев в российской индустрии конной Но, чтобы не изобретать что-то новое, мы решили перенять опыт и посмотреть, что и как обустроено в ведущих европейских странах Ольга также летала во Францию и смотрела, какой опыт и как школа Жокеев обустроена И сейчас как раз работаем над тем, чтобы запускать школу Жокеев в России Ну а о том, как выглядит школа Жокеев в Турции, давайте сейчас посмотрим ваш видеоотчет Внимание на экран Субтитры добавил DimaTorzok У нас сегодня очень необычный эфир под названием «Кони. Дело жизни, бизнес и хобби» Поэтому мы сегодня продолжаем говорить о том, как можно зарабатывать на лошадях Ольга, вот мы посмотрели и сделали такой вывод, что школа Жокеев является важным звеном в конной индустрии Солнным Да Вот какие необходимости сделать первые шаги в том, чтобы организовать эту школу? Ох, первые шаги Ну, нам для этого в любом случае нужно место, где мы будем это все дело проводить Мы сейчас думаем, будет это Москва или там это будет Краснодар Потому что мы должны понимать, что это прежде всего подростки И за ними как-то нужно будет смотреть Потому что очень понравилось, как в Турции, да, как пансионат Закрытые, да Закрыли их там всех, и вот они там сидят, телефоны свои сдают, бедные там, без связи с миром и так далее Но на самом деле это дисциплина, это круто, что это там есть А сколько лет вот должно быть абитуриентом этой школы? Смотрите, вообще, по идее, с 16 лет, я думаю, уже можно было бы набирать Но в России я бы не хотела ограничивать там 16 или 18 Я думаю, от 16 и до, там, не знаю, до 25 даже можно Потому что человек, который прийти может в школу жокеев Он не обязательно должен потом на выхлопе работать жокеем У него, например, может быть, 180 рост у него Но он, например, худощавый То есть он может работать райдером Либо он, может быть, захочет работать ковалем Либо он, может быть, захочет работать, как Оля Полушкина Всем, всем, или даже, например, уберем тренера И поставим, например, менеджера Который будет именно изучать Который будет статистику вести и работать И там будет знать английский язык Там знать всю эту нашу стезю и захочет То есть он захочет стать менеджером, продюсером или дилером Как мы говорили ранее Но для того, чтобы он им смог стать Он должен пройти все ступени От конюха, райдера, жокея И на выхлопе уже стать менеджером Он не сможет работать менеджером Если он не знает, что это лошадь, например, травяная Кого он будет продавать Если он понятия не имеет, как двигается травяная лошадь И как двигается песочная лошадь То есть вам вот сейчас, наверное, это непонятно Для меня это, знаете, как Это все равно, что, не знаю Вот вы мне скажете, Ольга, будет 2 плюс 2 Я буду говорить 4 Вы скажете, нет, ты что? То есть это настолько вот Я понимаю одно Что вы знаете все про эту профессию Вот какие критерии должны быть у жокея Давайте, да, разберем И уже с азов, да, то есть талантливые Начинают они за месяц, за полтора уже на лошади Как клещи сидят И их оттуда никак не стиснешь А есть люди, которым очень тяжело это дается Да, они могут год ходить И не понимать То есть до них это вот То есть у меня прямо нарисовался такой образ Брусли Да Это то же самое То есть некоторые приходят и говорят Вы знаете, я вот, что там на ваших конях Я конкуром там занимался или занималась Сажаешь их на лошадь, два прыжка, два скачка, человек на полу Потому что он не ожидает, что эта лошадь может так себя вести На самом деле очень физическая выносливость И физическое состояние очень сильно зависят То есть тот человек, жокей, который будет верхом на лошадь Он действительно должен быть очень хорошо физически подготовлен И при отборе в школу жокея помимо Мы будем сдавать нормативы Отлично Ольга, скажите, а какие возможности открывает эта профессия Вот жокея Ну смотрите, во-первых, для нас конников Для, будем так говорить, мы же больные на своем деле И сколько я, например, раз пыталась уходить Работать в офисе, сидеть или там продажами заниматься Я не могу другим делом заниматься Так же эти люди Я считаю, что если эти люди будут получать достойное образование У них будет абсолютно такая же нормальная средняя заработная плата И они смогут заниматься всеми своим любимым делом И я могу сказать, что сейчас очень жестко стоит кадровый вопрос У нас очень много сейчас есть коневладельцев Есть заводы, но у нас катастрофически не хватает людей Я думаю, что лучшие выпускники уже заранее будут получать приглашение В лучшие тренотделения, где будут работать и зарабатывать Я так чувствую, эта профессия дает большие финансовые возможности Конечно Судя по цифрам, которые у нас звучали сегодня на эфире Больше информации вы можете узнать, когда вы зайдете в Инстаграм Кольге Полушкиной, Жаке, нижнее подчеркивание, РУ У вас очень интересный Инстаграм Достаточно большое количество подписчиков Более 18 тысяч Вижу, что спрос есть Большое количество лайков Люди читают Потому что вы сами являетесь, ну, скажем Представительницей такой достаточно редкой профессии у нас в стране Ну, когда-то она была достаточно популярная Более популярная, да И я так понимаю, что у вас прошлое тоже Жаке Ну, как же, я 173 сантиметра И сейчас явно 55 килограмм Но такое было, да То есть я скакала и скакала И работала в скаковой милошеме В своем родном городе Оренбурге И скакали мы там и по Сабанту И тренировали по полям Поэтому вы и стали призером, победительницей российских скачек Завершая наш эфир Эльвин, хочу обратиться к вам И такой вот, наверное, последняя тема Очень коротко Что нужно для того, чтобы организовать такую школу И уже открыть набор абитуриентов Знаете, на самом деле Мы этот проект запускаем как социальный проект То есть мы видим, да, нехватку кадров И хотим как раз и воспитать Эти будущие кадры, которые будут двигать вперед Но для того, чтобы открыть Это нужно скооперироваться Нужно собрать всех конников И всю отрасль, которой она занимается непосредственно И направить все усилия на то, чтобы дать эту базу То есть на данный момент По нашему плану это нужно скооперировать вместе Конезаводы, которые будут обеспечивать и лошадьми Это нужно найти место, которое будет обеспечивать Это нужно также договориться с проживанием И найти неравнодушных людей, которые будут также Обеспечивать финансовую подпитку И только скооперировав все эти усилия Мы сможем как раз запустить школу ЖК Отлично, дорогие зрители Я хочу сказать, что это очень интересная тема И здесь достаточно много интересных моментов Мы сегодня и обсудили Надеюсь, вы это услышали, возможно, впервые Но если у вас появились вопросы Вы можете обратиться к нашим экспертам Ольге Полушкина Вы можете зайти к ней в инстаграм и написать Ну а самое главное, да, наш генеральный директор Эльвин Иманов Компания Unicorn Challenge Эльвин, где вас можно найти Если вдруг кто-то заинтересовался И хочет вот обсудить с вами вопрос приобретения Или возможного сотрудничества и партнерства Ну, нас на самом деле также можно найти в инстаграме Unicorn, два нижних подчеркивания, челлендж И также написать в открыто Отлично Я думаю, что необходимо сделать некое мероприятие Возможно, закрыто, открыто Для всех интересантов Кому интересна тема приобретения и тема Школы Жакеев И, возможно, тема хобби или просто любви к лошадям Я думаю, что наверняка, если будут анонсы таких мероприятий То их можно найти на сайте Конечно, безусловно Но при этом мы с Ольгой всегда открыты к любым вопросам И в данном случае можем говорить о сотрудничестве Отлично А я хочу пожелать вам выбирать только интересные проекты Выгодные в финансовом плане И хочу напомнить, что партнером нашего эфира является журнал «Бонжур» Читайте и все узнавайте об интересных экспертах и об интересных проектах До новых встреч! Конно-спортивная индустрия Конно-заводство У мировых лидеров этой сферы давно являются составляющей государственного имиджа Мероприятия проводятся на очень высоком уровне И пользуются неизменным успехом Между тем, коневодство в России имеет не менее глубокие исторические корни Является частью судьбы нашего многонационального народа Предметом его гордости и важной составляющей российской культуры Наша глобальная цель – не только популяризировать конный спорт среди россиян Возродить подзабытые традиции Но и вывести его на другой уровень – международный По праву вернуть стране звание конно-спортивной державы Курс на которой уже взят в 2011 году Указ президента номер 1058 от 8.08.2011 года В качестве одного из способов достижения вышеуказанной цели Мы предлагаем провести международные конно-спортивные игры Подобные мероприятия нацелены на решение нескольких задач одновременно Привлечение иностранных инвестиций в коннозаводство и конный спорт Способствование развитию конной индустрии Популяризация конного спорта Способствование созданию имиджа страны как одного из центров конно-спортивной индустрии Развитие малого и среднего бизнеса, связанных с этой сферой деятельности Мероприятие предполагает свой уникальный формат проведения И, безусловно, станет великолепным развлечением для зрителей Вне зависимости от возраста, социального статуса и других критериев Мы разработали несколько форматов проведения конно-спортивных игр Коротко остановимся на каждом из них Амбассадор Геймс Данный формат проведения предполагает привлечение максимального количества представителей послов зарубежных стран Будет носить максимально имиджевый политический характер И нацелен на привлечение иностранных инвестиций Русско-турецкие игры На сегодняшний день Россия и Турция находят много точек взаимодействия как на политическом, так и на экономическом поле Подобное мероприятие может послужить не только очередным связующим звеном для двух государств Но также будет способствовать укреплению финансово-торговых отношений между нашими странами Мероприятие предполагает участие представителей и других государств, помимо России и Турции Чемпионат мира по конным видам спорта Аналог Олимпийских игр Такое мероприятие способно стать центром притяжения для всех представителей конной индустрии И придать мощный импульс для развития всей сферы Российские, русские игры Упорно национальные традиции и обычаи Таких как тройки, рысистые породы Конный фестиваль Фестиваль предполагает максимальное количество событий, связанных с этой индустрией Скачки, национальные виды конного спорта Всех стран-участниц фестиваля Помимо этого, в программу мероприятия планируется ввести культурно-просветительские и развлекательные мероприятия Такие как выставка картин, лекции, встречи, концертные мероприятия Время проведения – весна-лето 2020 Партнеры мероприятия Государственные структуры, такие как Министерство иностранных дел Министерство спорта Министерство сельского хозяйства Акционерное общество Росиподромы Федерация конного спорта Министерство культуры Внешэкономбанк и другие Частные бизнес-структуры и общественные организации Совместно с партнерами мероприятия будет сформирована рабочая группа Утверждена программа мероприятия и состав стран-участниц Финансирование предполагается быть государственно частным